Дух соперничества. На стадионе «Спартак» собираются лучшие спортсмены области. Около 200 юношей и девушек состязаются в беге на разные дистанции, спортивной ходьбе, прыжках в высоту и длину, толкании ядра, метании диска, копья и молота. Участники сосредоточены и настроены только на победу. «Каждый ребёнок имеет право выступить в двух видах программы. За каждое занятое место идёт начисление очков. Команда, набравшая больше всего очков, становится победителем». Только труд и упорство приводят к успеху. 16-летний Арсений Лоба с лёгкой атлетикой занимается уже 8 лет. В спорт влюбился благодаря папе. На соревнованиях ставит личный рекорд. Дистанцию в 2000 метров с препятствиями преодолевает за 6 минут 28 секунд. Первым пробегает и 3000. «Тренировки хорошие. Спасибо им за подготовку. Тренировки у нас по две в день, одна утром, одна вечером. Тренировки на самом деле тяжёлые. Но без тяжёлых тренировок хорошего результата не будет. Польза лёгкой атлетики для меня, то, что полностью физически развивает. Мы не только бегаем, но и в тренажёрный зал ходим». Спринт, стипль, чест, бег на средние и длинные дистанции. Для юных чемпионов спорт – важная часть жизни. Каждый с азартом стремится к заветной мечте. По итогам соревнований будет сформирована сборная, которая представит Могилёвскую область на Республиканских Олимпийских днях молодёжи. Они пройдут с 27 по 29 июня в Бресте. «По итогам Республиканских Олимпийских дней молодёжи у победителей призёров Олимпийских дней молодёжи льготы при поступлении в наши республиканские вузы. Поэтому дети тоже. Это дополнительный стимул. Призёры Олимпийских дней молодёжи республиканских поощряются на следующий год областным управлением спорта». Долгожданный момент – награждение победителей. Для них кубки и дипломы. Среди городских команд первое место у Могилёва, второе – у Бобруйска. Выложились по полной также представители Шклова, Осиповичей и Быхова.